добрый день друзья подписчики гости просто любопытные которые сейчас зашли на мой канал чтобы посмотреть это видео вот решила я сегодня записать такую тему как про минусы штата в котором я живу пару месяцев назад наверно вышло видео про плюсы то что мне нравится в этом штате лично мне сегодня хочу вам рассказать то что мне не нравится в этом штате давайте начнем того что нью-джерси стоит на четвертом месте среди самых маленьких штатов всей америки но при всем этом нью-джерси самая густонаселенной местности и самый густонаселенный штат в нем находится около 9 миллионов человек проживает но это те которые легально зарегистрированы если говорить про одноэтажную америку как говорят да одноэтажная америка то нью-джерси относится именно к это к этому выражению например я живу в самом большом городе этого штата в котором около 70 тысяч жителей это самый большой город штата есть и совсем маленькие города и представьте если же у нас самый большой город и нет высотных домов вообще в нашем городе только два дома где 8 этажей остальные все максимум три этажа это уже считается многоэтажки поэтому что говорит тогда по другие города которые на многом намного меньше нашего у меня есть опыт проживания в большом городе в америке но не в самом большом на то время когда мы там жили это был город ну и есть город шарлотт северной каролины и в то время когда мы жили это больше 12 лет назад там было 800 тысяч жителей но представьте 70 тысяч жителей и 800 тысяч жителей то есть у меня есть чем сравнить что мне нравилось когда я жила в большом городе что там больше возможностей для детей на тот момент я этого не понимала и когда нам выпала возможность вернуться снова в нью-джорси то есть мы жили в нью-джорси мы здесь поженились здесь у нас родилась эвелина и ей было шесть месяцев когда мой муж потерял работу и мы были вынуждены переехать в северную каролину в северной каролине мы прожили два года там мой муж снова потерял работу их предприятие совсем закрылась и у нас выпала такая возможность вернуться сюда знаете когда мы возвращались сюда такое впечатление было что я возвращаюсь домой да мне нравится нью-джорси своей тихой размеренной жизнью и когда мы говорили о плюсах то я как раз это и упоминала но теперь когда мои дети уже подрастают и их нужно куда-то возить их нужно как-то развлекать да то я поняла что возможно мы сделали и ошибку возможно нужно было постараться найти работу там хотя мы искали на протяжении сколько месяцев может быть плохо искали может быть все таки меня грела мысль не искать работу там возвращаться сюда но теперь я понимаю что лучше бы мы возможно остались жить там потому что там было больше возможностей в большом городе было больше возможностей но давайте начнем по порядку и так первое что мне теперь на протяжении вот прожитых мною почти 15 лет 16 лет грубо говоря что мне лично не нравится в штате нью-джорси я не говорю что теперь это должно нравиться или не нравится всем я никому не навязывая свое мнение но с какими минусами столкнулась лично я воспитывая своих детей и так первое в чем я нашла минус лично для своей семьи это тихая и размеренная жизнь когда-то я говорила что это плюс но это также и минус плюс это знаете для такого возраста как мы спокойненько едешь по дороге спокойненько едешь по дороге нету таких таких трафиков то есть пробок нету нету таких скоростей как в большом городе да чтобы добраться из одного конца города в другой не нужно затрачивать столько времени как мы затрачивали это в большом городе но это такая жизнь знаете уже для людей более такого зрелого возраста для молодежи здесь очень скучно несмотря на то что наш город считается самым большим в нашем штате здесь молодежи развлекаться абсолютно негде если они хотят иметь какое-то развлечение они должны ехать в другой штат второе очень трудно найти хороших детских врачей действительно в нашем городе очень плохо с детскими врачами и и вы уже в этом убедились из моих видео у нас нет абсолютно врача ухо горло носа для того чтобы произвести проверку слуха вот как с нашим тимой мы должны ехать в другой город у нас нет хороших врачей дерматологов и поэтому мы стима не можем пройти все эти обследования потому что нужно ехать в другой город у у нас нет врача эндокринолога детского именно поэтому чтобы обследовать эвелину мне нужно вести ее в другой город и все что связано вот именно с детскими врачами будь то педиатры или какие-то детские специалисты у нас нет этих врачей нужно или ехать в другой город где как бы сгруппировано вот эти все медицинские центры или ехать вообще в другой штат что нежелательно так как страховка может все эти обследования не покрыть проблема с детскими врачами третье это высокие цены на съемное жилье очень высокие цены для сравнения когда больше 12 лет назад мы вернулись из северной каролины штат нью-джерси на тот момент в северной каролине мы платили около 600 долларов за ну я бы сказала прекрасные апартменты не шикарный не с золотыми ручками или там хрустальными подсвечниками нет это был домик на два хозяина такую такую квартиру мы снимали как домик на два хозяина у нас было две спальни неплохой зал маленькая кухонька была но у нас был очень хороший двор намного больше чем мы сейчас имеем здесь возле дома и мы платили за все это около 600 долларов когда мы надумали переезжать нью-джерси и я стала искать жилье сравнивать цены и то жилье которое мы снимали это у нас было тоже две спальни тоже зал у нас абсолютно не было никакого участка у нас жила женщина соседка на втором этаже и был ужасный скрип полы ужасно скрипели особенно по ночам естественно и за это жилье мы платили более 800 долларов то есть жилье здесь по сравнению с северной каролиной более чем на 250 долларов дороже если например вы надумали какую-то утреннюю или вечернюю пробежку или захотели вдруг кататься вместе со своими детьми на велосипеде забудьте про это вам нужно будет ехать по проезжей части потому что как правило возле дорог нет тротуаров я не знаю это я не помню как бы это было в северной каролине но у нас в северной каролине были хорошие парки про это мы тоже будем говорить а здесь если вы хотите в центре города проехать совместе со своими детьми это очень опасно потому что тротуары либо внезапно заканчиваются там где они были или есть либо их нет вообще поездка на работу тоже доставляет трудности потому что в нашем городе нет городского транспорта нет автобусов нет никакого метро если вы хотите или если вам нужно добраться на работу да вообще хоть куда хоть в магазин хоть к своим родственникам в гости если у вас нет своей машины то значит вам придется воспользоваться услугами такси поэтому для нас машина это не роскошь для нас машина это необходимость потому что из-за отсутствия городского транспорта мы вынуждены и иметь две а то и больше машины в семье как только подрастает ребенок и достигает водительского возраста ему тоже нужна машина для того чтобы ездить на учебу или ездить на работу на какие-то подработки например проблема особенно возникает если вы находите работу в другом городе невозможно туда добраться вы или вынуждены кого-то просить чтобы вас туда довезли или опять же пользоваться услугами такси что очень очень невыгодно и из-за того что в нашем штате города небольшие то в том городе где вы живете работу найти не всегда удается чаще всего многие работают в других городах например мы живем в одном городе я и мой муж мы работаем в другом городе несмотря на то что когда я вас провожу вместе с собой на машине вы абсолютно этого не замечаете но это так здесь нет такой знаете четкой границы что один город отделяется от другого иногда даже невозможно попасть понять вернее по какому городу вы едете но это факт в своем городе чаще всего рейт найти работу невозможно из-за того что маленькие города в тот штат в котором мы живем нью-джорси это фермерский штат по-английски называется называется garden state garden это сад у нас очень много полей у нас очень много садов и из этого очень большой наплыв испанской испаноязычного населения которые занимают многие рабочие места особенно такие как например которые связаны с посадкой и уборкой урожая то есть на фермерских полях и если это компании по покосу травы по уходу за газонами по уходу за участками в основном в большинстве своем это испанские компании и проезжая по городу вы можете видеть как на полях работают в основном испанцы 99,9 процентов и компании по покосу травы тоже в основном работают испанцы и таким образом они занимают очень много рабочих мест и и они снижают очень сильно зарплату тех которые действительно хотят заработать потому что они предлагают цены например ну по покосу травы гораздо меньше за участок и соответственно если на этот участок придет какая-то американская компания то и у них просто не будет шанса завоевать этот участок как своих клиентов потому что испанная из испаноязычные владельцы могут предложить цену гораздо меньше и естественно взять больше клиентов и таким образом больше заработать из-за отсутствия транспорта возникает другая проблема как попасть в магазин например от нас ближайший магазин находится примерно около пяти километров и поэтому если вы хотите попасть в магазин то опять же либо услуги такси либо вы просите кого-то либо заказывайте онлайн другого варианта у вас нет поэтому опять же нужно иметь свой транспорт но те как я уже говорила многоэтажки трехэтажные дома это как правило какие-то съемные квартиры они кому-то принадлежат и вы их снимаете то возле таких районов есть магазины потому что мы сменили несколько таких квартир и у нас всегда рядом были магазины но такие районы как например частные секторы то ближайший магазин не за углом нужно до него нужно ехать на машине коснемся того что касается детей когда мы жили в большом городе то ближайший парк от нас был примерно в десяти минутах ходьбы это был хороший парк там была игровая площадка и не одна по моему даже до ближайшего магазина тоже было недалеко на минут 15 наверное эти как раз через этот парк можно было пройти и попасть в магазин в том месте где мы живем до ближайшего парка километров 7 наверное и как я уже сказал магазины тоже очень далеко в нашем штате с этим проблемы так так чтобы близко парков у нас не было и чтобы таких знаете хороших парков с хорошей игровой площадкой с чистой игровой площадкой с чистыми горками и как правило чтобы дети на чем-то покатались или где-то поиграли то люди которые имеют свои дома делают это на своем заднем дворе там песочницу какую-то делают или горку ставят или качели ставят а так чтобы пройтись и через пару кварталов и у вас будет парк такого нет и таких парках вот вы знаете как я смотрю в россии ну красивые парки с красивыми игровыми площадками здесь я такого тоже не встречала мало того что вот эти все горки и качели грязные так еще и очень много гусей и уток очень много и когда вы идете по парку то берегите чтобы не вступить в какое-то минное поле это еще один минус что касается развлекательных центров про это я вообще молчу в нашем городе их нет вообще ни одного где-то развлечь детей чтобы они попрыгали батуты какие-то и или какие-то развлекательные центры то их нужно куда-то везти опять же их нужно куда-то везти нет такого чтобы даже в нашем городе можно было бы сесть на машину и поехать нет ближайший развлекательный центр ну 30 минут от нас но вы знаете не на ездишься туда постоянно и тем более что все это стоит денег и не знаю час наверное чтобы дети попрыгали но около 10 долларов это будет стоить у меня двое детей плюс я бы тоже хотела попрыгать месяца своими детьми до чтобы ну вместе с ними поразвлечься это уже 30 долларов а плюс еще покушать а еще бензин и выливается это все в хорошие деньги развлекательный центр например где стоят игровые автоматы это стоит еще дороже потому что это как бы кафе вместе с игровыми автоматами то там цены еще выше кстати я даже не знаю если они сейчас работают если они уже открылись то есть все это стоит денег и немалых денег и поэтому дети чаще всего сидят дома их вывести просто абсолютно некуда очень часто хотелось бы выйти в какие-то спортивные зала где тренажеры есть позаниматься рядом нет ничего опять же ближайший тренажерный зал ну километров пять-шесть от нас будет пешком не дойдешь мне конечно это очень не нравится я не знаю как и в других городах нашего штата но я говорю именно за ту местность тот район где живем мы но я считаю что это минус для всего штата так как мы живем в этом штате то губернатор штата должен был предусмотреть бы что-то и для детей в нашем городе нет абсолютно ничего хоть бы знаете в таких больших городах бы ну как наш до к примеру чтобы было что-то для детей чтобы не мы куда-то ездили а чтобы и к нам кто-то приезжал это и дополнительный доход дополнительный заработок для нашего города я забыла сказать когда мы говорили про квартиры вот где мы снимали или где другие квартиры находятся у нас не было игровых площадок абсолютно никаких качель никаких горок не было ничего и это огромный минус я считаю особенно там где есть дети что-то должно быть и для детей естественно в квартирах живут не какие-то пенсионеры бабушки с дедушкой там живут и семейные люди у которых есть дети и очень часто мы выходили с эвелины на улицу и тима потом родился у нас и у нас ничего для них не было мы должны были куда-то вести где-то не должны были погулять а вести не всегда охота была потому что то жарко то приедешь в парк и тот вдруг дождь начинается либо ты приезжаешь в парк там где есть какие-то ну качели к примеру да или горки там куча гусей и дети обязательно куда-то вляпаются то есть это большой минус для штата что они не думают о детях это не значит что если garden state фермерский штат что не нужно ничего предусматривать для детей мне кажется правительства штата должно задуматься о том чтобы и детям было весело чтобы они не сидели сутками напролет возле компьютера не убивали свое здоровье и зрение но чтобы можно было вывести их куда-то и за минимальную цену чем меньше цена мне кажется тем больше шансов у допустим у того же самого развлекательного центра заработать денег потому что многие тогда туда пойдут многие поведут туда своих детей но так как у меня нет например личных лишних средств чтобы их куда-то повезти то соответственно я их никуда уже и не веду а если бы там была например минимальная цена то я бы повела своих детей и другая бы мама повела кстати в нашем штате и в частности в нашем районе я не знаю почему он считается один из дорогих штатов но у нас проживают ну среднего класса люди и они точно так же страдают как и мы теперь коснемся немного ресторанов и кафе конечно же здесь всего этого предостаточно чего здесь только нет каких только забегаловка забегаловок и здесь нет но единичные случаи имели что-то для детей нет ничего особенно если например вот мы выезжали бывает куда-то зимой ну к примеру в тот же самый бургер кинг внутри никаких развлечений для детей нет все находится на улице естественно на улицу зимой дети не пойдут они покушали том же сама например макдональдсе сели на машину и опять вернулись домой все возможно многие из вас думают вообще что у вас в вашем штате есть музеи может быть какие-то или выставки проходят или театр в нашем городе нет забудьте про это чтобы повезти детей или поехать самим в какой-то театр или в музей нужно ехать опять же или в другой город или в другой штат да например в атлантик сити есть неплохой музей я там была когда только приехала в америку в свой первый год жизни один единственный раз я там была там недешево есть хорошие парки в пенсильвании есть хорошим театр в в пенсильвании тоже находится в ланкастере очень хороший театр все чтобы развлечься самим или культурно провести время нужно сесть на машину и поехать теперь я расскажу про съемные дома это цены вообще не подступные потому что больше удобств более благоустроены к примеру дом если вы хотите снять то вам нужно будет заплатить за одну спальню ну там зал кухня может быть гостиная какая-то будет я бы не сказала что прям все там шикарно устроена и цена 1500 долларов в месяц очень дорогое съемное жилье если вы снимаете квартиру то квартира полностью без мебели вам нужно привозить свою мебель либо придется спать на полу и сидеть на полу тоже все нужно иметь свое вы входите просто в пустую квартиру и снимаете просто пустую квартиру полностью обустраивать ее нужно самим когда мы снимали квартиры туда мы въезжали в пустые квартиры и всю свою мебель и мы привозили с собой Многие, которые живут в своих домах, они все говорят, что очень дорогой налог на землю. Я про это ничего сказать не могу, потому что у нас ситуация немножечко отличается. Мы живем в мобилхоум, и земля, на которой стоит наш дом, дом это наше личное жилье, мы за него ничего не платим, но за землю мы должны платить. И немаленькие деньги мы должны платить, опять же это связано с тем, что очень дорогие здесь и высокие налоги. Но те, которые живут в своих домах, они все жалуются, что налог на землю очень дорогой, и с каждым годом он просто поднимается на нереальный процент. Поэтому если вы сейчас смотрите это видео, и у вас есть какие-то планы на Нью-Джорси, но вы знаете, я бы, наверное, подумала, стоит ли сюда переезжать. Например, школы, нужно поискать еще хорошие школы. В нашем городе их не так много, и это зависит от района. Если вы живете в хорошем районе, то там школы будут более-менее с хорошим рейтингом. А если вы снимаете жилье и планируете покупать дом, то обязательно нужно обратить внимание на то, в каком районе вы будете покупать свой дом, или в каком районе вы снимаете жилье, потому что если ваш ребенок пойдет в неблагополучную школу, никому это не понравится. У нас уже были такие случаи, когда некоторые дети пошли в такие школы с невысоким рейтингом, и вы знаете, ни родители, ни дети не были от этого счастливы. Какой контингент там будет и из студентов, и из учителей, на это обязательно нужно обращать внимание. Вернуть жизнь назад я бы, наверное, подумала, стоит ли переезжать в Нью-Джорси, или лучше все-таки нужно было оставаться в Северной Каролине, где больше возможностей, так как это все-таки большой город. В маленьких городах очень трудно найти работу, очень трудно найти жилье хорошее, особенно, опять же, я говорю, в Нью-Джорси очень дорогое жилье. И так как, как я уже говорила, преобладают испаноязычные люди, то, соответственно, и жить вы будете в квартирах, где очень-очень много испанцев. Почему это минус? Потому что я уже говорила в одном из своих видео, почему это минус. Что такое впечатление, что вы живете не в Америке, а где-то в Испании, где вокруг тебя все говорят на испанском. Много испанцев-учителей, много испанцев-врачей и медсестер. И очень часто звонит телефон, и поднимаешь трубку, и с тобой разговаривают по-испански. У меня есть на эту тему видео, если я найду его, я оставлю ссылку в описании. Надеюсь, что вам это видео было полезным, интересным и формативным. Но я надеюсь, что вы нашли для себя полезную информацию, особенно те, которые вдруг решат переезжать в этот штат, или у них другого выбора нет, как только переехать в этот штат. Я хотела вас ознакомить не только с плюсами, но и с минусами тоже. А с вами я сейчас буду прощаться. До новых встреч и до новых видео. Увидимся с вами очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok